Привет, зрители! Я тут немножко приблизила. Это у меня завтрак, как ты понимаешь. Сейчас я чайник убрала из кадра, потому что он очень тут вылазит. Камеру поставила практически напротив себя. Стол круглый. У меня тут есть вопрос от Ани. Вообще, их два вопроса, но один большой и на завтрак... не такой большой завтрак. Чтобы не хватило вопроса от Ани. У меня тут скриншотик есть. Короче, у меня тут блинчики Ермолина. Мне тетя вчера привезла. Они, по-моему, с мясом. Я просто забыла. Вот такое вот молоко из прилуг. Тут у меня цикорий. Порошок. И вот я это с молоком его разбавила. Если мне не хватит еды, то у меня тут есть колбаска мясояр, по-моему. Я-я. Ну, в общем, тут мясо называется. Хрен знает. Тетя тоже вчера привезла. и белый хлеб. Короче говоря, вопрос у нас тут. Смогла ли бы ты на постоянку жить в деревне? Или ты абсолютно городской человек? По-моему, абсолютно городской человек никогда не приезжает в деревню. Это уже от меня вопрос. Когда живешь в деревне, что тебя там привлекает в деревенской жизни? Сейчас попробую ответить. Тут у меня есть вилка и ножик. У нас суровая экономия воды. Уже неделю. Труд с моей стороны. Ну, наша часть пруда высохла к чертям собачьим. Частично благодаря бобрам, которые несколько лет назад стали атаковать наши водоемы. Бобры в красной книге, но при этом портят жизнь. Деревня Масеевская. Ашалаев, он там тоже не живет, но еще много где. Они немножко полостыли, пока не прыгала в бубном. Начнем с того. Механка, где я жила до этого, дом был окружен всякими такими деревьями, все такое, несмотря на то, что там через дорогу был завод механический. Рядом железная дорога, за железной дорогой были сады. Гранича через зоной. Сады, в принципе, есть. Лето мы проводили в деревне. Причем до такой степени, что я даже не знала, что у дома есть вишня. На тот момент было целое дерево вишневое. Яблоня, что-то еще. Куча всяких там плодово-ягодных кустов, плодово-ягодных кустов. Я выбирала район. Ну, как бы, я выбирала квартиру, чтобы она была на первом этаже и с балконом. В нашем городе такое счастье в некоторых местах только есть, в большей части поселкового типа. Цветочный сам по себе, как небольшой поселочек такой. Много деревьев и растений. Несколько отличается от других районов. Даже от того же солнечного, где много места, свободное такое пространство, не так много домов и растений практически ни хрена. Не считая того, что он граничит с лесом. Так-то надо было бы сюда, может, сметанки, но нет сметанки. Потому что я сначала планировала второго уехать, потом решила тридцатого. Сказала тетя, что тридцатого уеду. Ну, то бишь через два дня после, как она приехала. И она мне взяла по мелочи еды. А потом я решила, что все-таки второго уеду. В этом году внезапно в некоторых местах ко мне изменилось хорошую сторону отношения от разных совершенно людей. А тех, кто со мной по собственному желанию конфликтовал несколько лет подряд, я очень рада. Что изменилось отношения в нормальную сторону, как обычно стало дружеское. От людей, которые вдруг стали понимать, что мне правда нравится здесь жить. Ну, короче говоря, у меня тут только сливочное масло, на котором я их грела. Сливочное масло, которое я купила в начале лета. Пачечку 100 граммовую. И так вот очень экономно ее расходовала. В общем, или ты абсолютно городской человек. Я абсолютно не городской человек, я так говорю. Я бы не смогла жить в большом каком-то городе. Не только если он какой-нибудь супер зеленый или я не знаю. Но я бы попыталась жить в Токио. Или попыталась. В Москве или в Питере я бы точно не стала пытаться. Тем более в Москве. Короче, я абсолютно не городской человек. Мне еще не нравятся вот эти градации только на два. Я посередине. Потому что цветочный все-таки это считается как микрорайон города. Но с другой стороны он граничит с деревней, полем и вообще вот такой. Как маленькая деревня. С небольшой своей инфраструктурой. Допустим, в Сосновом все же были квартиры однокомнатные с балконом на первом этаже. Граничащие с лесом и железной дорогой. Ну, на цветочном есть почта, там нет. У нас есть пункт этот врачебный, там нет. У нас есть клуб, там тоже есть какой-то клуб. Там открыли пункт библиотечный и у нас библиотечный пункт. У них, значит, два магазина. И у нас, получается, два с половиной магазина. У нас аптека, у них нет аптеки. У нас в свое время был еще банкомат, у них не было банкомата. Но и у нас сейчас нет банкомата. Спасибо, не знаю кому. Я вчера узнала, что наш мэр, это бывший председатель какого-то колхоза, вроде как местного. Смогла бы я жить на постоянку в деревне. Знаешь, Аня, в деревне, деревне рот. У нас есть родственники, которые живут здесь на постоянку. У них дом предназначен для того, чтобы можно было жить зимой. Если чуть-чуть ложиться, то можно, допустим, у них из горницы, в части горницы сделать душ. У меня есть знакомые, у них на другой части города, в частном секторе есть частный дом деревянный. Ну, примерно как наш, только обделан дранкой, у нас нет дранки. Ну, примерно как, допустим, моих родственников, только без двора. Когда-то они держали скотину, но скотина у них была не как у нас на дворе, вот. Или у них на дворе, у родственников. В отдельном сарае. И вот там брат моей знакомой в свое время сделал в кухне, провели воду, сделали скважину, заменили умывальник на скважину, на воду. И сделали кабинку душа. Но все равно тут отпечку дровами. Я хоть нажала на запись-то. Нажала. Ну, мало ли, думаю, я тут с ли конца растений была. Последний мунбанк у меня как-то вообще груганул. Ну, сейчас камера питается от сети. В этот приезд очень часто включают свет. Тут мясе как осталось. Так как он сам по себе немножко сладкий, у меня есть мед с мелом, его не попьешь. У меня есть конфеты тоже как-то сладко. Наверное, так попью. Потому что что-то внезапно блины сытные. У тебя вот не хочется делать. Добавлю только горяченького чутка. Добавлю только горяченького чутка. Я в предыдущем мунбанке, по-моему, говорила, что если у вас завалялся в городе шоколад и есть дача в шести километрах от ближайшего магазина, то этот шоколад у вас уйдет. Так вот, тут как бы довольствуешься тем, что есть. С другой стороны, сюда можно купить то, что тебе хочется. Ты можешь довольствоваться тем, что есть, но нормальное. При желании можно доехать до Прилуг. Там, конечно, цены... Хлеб, который я могу купить раз в два с половиной дешевле у нас в Магните, который дорогой, в нашем там можно купить, значит, за 70. Правда, я такой хлеб, правда, только у них видела. Ну, с другой стороны, я в городе могу сама хлеб теперь сделать. А здесь я могу кефир сама сделать, если есть молоко. Другое молоко, ну, суть, тут как бы 3,2% жирности одно и то же молоко. Вот молоко у нас 973 миллилитра, считается 1 килограмм молока в лунилитр. Можно купить в Магните за 60 рублей без копейки. Здесь самое дешевое молоко, что мне за лето попадало, 75 рублей. Ну, как бы это, не напокупаешься. Ну, когда прижмут, купишь. Так, тут у нас, я как говорила, что проблема с водой. Я беру из колодца. Из душа все-таки окачиваться удобнее, чем из ведерка, ковшечка. Так, я бы смогла жить в деревне на постоянку, если бы дом этот приподнять, утеплить, поменять полностью крышу. Поставить, провести здесь отдельный колодец, ну, отдельную там, к скважину. Может быть, еще какую-то линию, чтобы было напряжение, что не только холодильник и, допустим, чайник или холодильник и мотор с пруда. А что-то еще. Потом, соответственно, тут надо чуть-чуть переделать печку. Поставить душевую кабину, чтобы зимой можно было мыться. Интернет спутниковый, по-моему, 45 тысяч, мне дальняя родственница сказала, ей внук сказал, провести можно тут, чтобы была связь. Потому что, допустим, ну, вот, деревня, деревня Розь, можно жить в какой-нибудь халупе и, как бы, это, ничего не надо. Как-то там кантоваться, перебиваться, не знаю, с чего на чего. А можно нормально жить в деревне, не хуже, чем в городе. Просто в магазин едет там где-нибудь раз в месяц закупаться, да? Так вот, в таком случае я бы могла жить в деревне. Потому что, в принципе, в цветочном я сейчас живу, когда меня зовут на какие-то тусовки, на которые я раньше бы пошла. И я бы, может, и пошла и сейчас бы, если бы люди, которые есть в этих тусовках, не делали мне пакости прошлой жизни. В смысле, в прошлом моем. Сейчас я не хожу. Мне вполне нормально, я могу как-то без людей обойтись. Возьмем твой домик, Аня. Я только недавно узнала, что он без печки, без отопления, да? Но вот домик твоего типа с пластиковыми окнами. Да, сюда тоже надо бы ставить пластиковые окна. У нас вот соседи ставили пластиковые окна. У них тепло, но у них, как бы, дом чуть побольше нашего. Мой я вот, я что-то думала, потому что в госуслугах там какой-то, мне кажется, разная информация была какое-то время. Ну, короче, окончательно был построен этот дом в 1917 году. То есть ему уже 107 лет. Возможно, дом соседки чуть менее древний. Тут в 70-м каком-то году сени переделывались. В 88-м, 7-м, 8-м году двор переделывался. С нуля двор строился уже моим дедом и отцом. Крыльцо строилось чуть позже, наверное, когда переделывали двор, потому что изначально не было крыльца у этого дома. Ну, короче, если бы было место какое-то, ну, другой какой-нибудь дом. Вот у меня сестра одна и живет в частном секторе. В таком же вот наполовину деревянном доме они его с мужем постепенно перестраивают, там частично что-то достраивают из камня. У нас в деревне есть каменный дом, ну, кирпичный абсолютно. В таком доме я вполне могла бы жить. Там печка, изначально там была проведена вода, когда ферма работала еще. То есть при условии каких-то определенных минимальных требований для жития беспроблемного, с учетом, что я буду с людьми общаться, ну, не так часто и при этом магазин ездить там в город раз в месяц, да, или раз в две-три недели на тот же Вайберис с Азоном забирать заказы, я вполне могла бы жить в деревне. Когда живешь в деревне, что там тебя привлекает в деревенской жизни? Ну, во-первых, как я говорила, что довольствуешься тем, что есть. Допустим, тут вот есть крупы, еда какая-то закончилась, но есть крупы. И есть, допустим, маринованные зеленые помидоры. Можно сварить гречку и съесть с этими помидорами. А в городе приспичат пойти там купить мясо, купить колбасы, еще что-то. Как-то довольствоваться тем, что есть. У меня тут практически все выпилось. Думаю, может мне чая залить? Я пойду, отойду и залю чая. И вот я снова тут. Короче, что еще хочу сказать. Допустим, дождь пошел, можно под капель поставить в ведро. Соответственно, будет халявная вода. За электричество-то я тут плачу как бы. Электричество на мотор с пруда прилично берет. А учитывая, что в пруду в последнее время пока бы еще была вода, пока еще у нас мотор с нашей части пруда набирал воду, она шла уже мутная такая. Там ил, глина, все такое. Ну, как бы надо было отстаивать ее, прежде чем посуду мыть. Да, с колодца я обычно брала воду на готовку, а с пруда, соответственно, на мытье, на стирку минимальную, помыть голову или душ принять. Ну, и изначально еще на поливание. Огородок, пока он у нас еще был. Ну, пока держали огород как огород. А сейчас уже все как бы с колодца. И когда тут был дождь, у меня стояли ведра под капелью. И в каком-то месте даже набралась вот прям полтора ведра. Сразу вот налила, потом, ну, налилось, смотрю, перелила здесь, поставила еще. И, в общем, у меня в общей сложности за несколько часов дождя у меня и за ночь, соответственно. Ну, за несколько часов дождя у меня набралось два с половиной ведра больших воды. Вот так вот. Можно было и душик принять, и голову я мыла этой водой, грела ее. Кастрюльку грела на газу и газ баллонный. И потом часть холодной воды, часть, соответственно, уже горячей воды. Потом, что еще? Нет своего огорода по какой-то причине. Можно сходить там в лесок, собрать земляничку дикую, там на пуле собрать земляничку дикую. Иногда бывает куст черной смородины или красной смородины дикий. Яблони дикие. Вот у меня тут яблочки. Первый раз они на этой яблони. Хотя яблоня сама по себе уже лишаем пошла. Видно, что дерево такое молодое, но уже слегка больное. Может быть, не знаю, будет на следующий год или нет. И яблоки, хоть она и дикая, они такие, ну, приятные на вкус. Почти сортовые. Видите, с какой-то сортового земечка выросла небольшая яблонька. Ну, грибы, соответственно, то, что дает природа, то, что можно приложить немножко усилий и собрать самому, но бесплатно. Солнечная энергия, правда, тут какая энергия? По большей части, ну, мало на солнечную батарею. У меня тут обрезки, то, что срезается с рамок, запечатанной рамки изначально. С медом к чаю. С медом к чаю. С молоком к чаю. Потом вот пойдет на перетопку. Тут, правда, местами попались любители халявы. Ну, в смысле, вроде овцы две штуки залезли в мед. Вот, в райские медовые реки. И, короче говоря, там и остались, походу. Еще надо смотреть, что в рот беру. А я еще в деревне бабушку, ну, в моем детстве не держали. Мы держали. Теленка. Курицы-кролики. Курицы даже после смерти дедушки и мамы уже какое-то время бабушки были. Я думала, что ты могла держать куриц, но как бы яйца одно дело собирать. А если курицу на суп, раз она на колозах, то ее я не смогу. Одно дело раздавить осу, которая пытается тебя укусить. Другое дело прикончить курицу. Чтоб сварить из нее суп. В этом плане я все купики уже готовую. Приконченную курицу, разделенную на части. Ну, в деревне можно ходить в чем-то, в чем городе уже никак. Пусть это потопная штучка, которая местами поехала, где-то порвалась. Совсем картофельный мешок я на себя не одену. Хотя, если будет у меня чистый новый картофельный мешок, как а-ля картошка. Карловина начнет прорезать. Две дрожки под руки. И все. Платье готово. Шутка. Вы можете понять, наверное, может, у вас есть что-то такое. В общем, довольствоваться тем, что есть, плюс, как бы, ну, не то, что ты тут супер экономишь как-то, но понимаешь, как можно сделать, чтобы вот, допустим, есть еда. Можно из нее что-то такое сделать из продукта, вкусное. И при этом не надо тратить деньги или просто, допустим, дождик, или сильная жара. Или велик не в кондиции. Да, прилук там. По полю раньше была дорога, но и маленькая была, когда там была эта дорога. Сейчас уже здесь не живут люди, которые знали, где эта дорога. Там четыре километра, а по дороге шесть. Соответственно, довольствуюсь тем, что есть. Плюс, допустим, здесь я половину хлеба убираю в холодильник. Он вполне себе лежит. Потом достаешь, и я в этом году приноровилась из белого хлеба делать греночки. Растительная масса, сковорода, газ. Хлеб хлоп-хлоп-хлоп. Чуть-чуть обжарила им. Можно, допустим, с супом есть или еще с чем-то. Тогда даже с чаем. Что-то у меня тут лоск упал с ложкой. Как бы, если сюда приволочь в деревню определенную технику, которой пользуешься в городе, ну, кухонную, и продукты, то вполне можно жить точно так же, как в городе. С минусом, что, допустим, здесь иногда включается свет. Ну, я так поняла, в деревнях до сих пор он иногда отключается. В воду надо брать в колоссы. Но здесь можно полежать в гамаке. Покататься более-менее безопасно. Потому что машины здесь хоть и едут, но не на такой скорости, как в городе. И, мне кажется, отсутствие полное людей, которые думают, что я в центре вселенной иду не по пешеходному переходу, а с веновериками, а где мне приспичило. И ты обязан меня пропустить. Короче, это мусор, который бросается под колеса любого транспортного средства. Его тут нет. Я думаю, он просто не приучен к жизни в деревне. Поэтому его тут нет. В деревне больше, мне кажется, адекватных людей. Ну, практически у всех соседей тут есть баня. Я с детства с баней не очень хорошо. Я в ней ласты отклеиваю. Короче, вроде у меня все мысли сякли. Что-то у меня еще какие-то мысли были по поводу этого вопроса. Ну, как итог, я могла бы жить в деревне, если бы дом в деревне располагал к житию в нем круглогодично. И при этом была бы нормальная связь, потому что, в принципе, у родственников, у них домашний телефон. Не знаю, сейчас есть или нет, но изначально был, что можно позвонить. Телевизор, мне не нужен телевизор, но у них телевизор нормально ловит. Там антенна специальная, от этой антенны можно также как бы подключить интернет. Мой новый друг говорит, что у них интернет даже для работы нужен, что даже обычный рабочий, если у него нет интернета, то он не сможет выйти на работу. При отсутствии интернета тоже, в принципе, я могу какое-то время жить, мне нормально. Даже вот тут в поле, чтобы, ну, сейчас вот, чтобы выйти в интернет, надо выйти в поле. Я на днях как-то вышла, так вот, минимальное что-то там проверила, почту, проверила телегу, в инсту зашла. На канал что-то залила, я ответила на комменты, все, мне больше ничего не надо. Там по ватсапу родственникам написала, что все нормально, все. Где-то так пару раз в день или даже раз в день. Был момент, что у нас свет отрубали, мне просто было как-то и не до этого. Я двое суток не появлялась нигде. Только позвонить, да, смс-ку послать, но для этого, в принципе, интернет особо и не нужен. Если обычная смс-ка. Так что, если будут условия для жития в сельской местности, со всеми удобствами для жития, но с выездом, допустим, в магазин в город раз в месяц и с минимальным количеством контактов с живыми людьми, то почему бы нет? Я вполне это осилю. В крайнем случае, ну вообще изначально-то я сюда приезжала, чтобы отдохнуть от людей. Ну я надеюсь, ответила на вопрос, если все-таки что-то там осталось не отвечено. Можете, если кому-то эта тема тоже интересна, в комментариях к видео написать свои доп-вопросы или в чат, в телеге, в контакте, в личку или еще куда-то. Все ссылки на профили мои, где вот я более-менее активно бываю, указаны на канале, в разделе о канале и в инфобоксах видео. Да, кстати, YouTube, если вы еще не в курсе, но мало ли кто, еще больше танкистов бывают, чем я и чем кто-то еще бывают. Отключил российским блогерам монетизацию, соответственно, копейку с рекламой я не получаю. Даже если она вдруг внезапно где-то вылетит. Если вы хотите поддержать канал, и при этом, допустим, изначально смотрели рекламу в моих видео, за что спасибо. Я знаю, есть такие люди. Хоть большинство мне писали в свое время российских зрителей, что они специально встали от блог на мои видео, чтобы не смотреть рекламу. Надеюсь, они на работу бесплатно ходят теперь. Короче, если вы хотите поддержать канал, то по номеру, по системе, номеру телефона, по системе быстрых платежей, ссылочка в инфобоксе, информация тоже. Можете это сделать на карту Озон, допустим, на кошелек Вайдберис, как например. Либо тут вот облачко ВКП или Юмони. Типа, поддержи Лёвку, я вам скажу спасибо, соответственно. И да, спасибо Ольге за донат. Я не вписывала это в титрах, потому что когда он прилетел, у меня уже был готов монтаж. Но вот здесь я говорю спасибо, Лёвечка. А Лёвечка меня постоянно поддерживает, очень приятно. И от нас с Алиской тебе спасибо. Ну и, соответственно, вам, если досмотрели до конца, тоже спасибо. Если понравился ролик, можете поставить палец вверху. Если припёрли вдруг внезапно, увидели что-то такое, тоже любите смотреть вот эти хаточки на камеру. Можете подписаться на канал, если ещё нет. Ну и, если даже не понравилось, можете поставить пальчик внизу. Я в творческой студии это увижу, что пальчик внизу кто-то поставил. Ну и всем пока!